В нашем хирургическом центре мы оперируем все возможные виды грыж передней брюшной стенки. Также мы оперируем пациентов с послеоперационными вентральными грыжами, в том числе рецидивными, и непростой группой пациентов с парастомальными грыжами. Предпочтение в операциях мы отдаем лапароскопическим и эндоскопическим технологиям, когда мы выполняем пластику грыжи с 3-4 небольших разрезов от 5 до 10 мм. И при этом мы можем выполнить такую малотравматичную операцию при больших видах грыж с таких небольших разрезов. Грыжа живота является самым распространенным хирургическим заболеванием, однако это не такое безобидное заболевание, как может показаться. Наиболее опасным осложнением грыжи является ущемление грыжи. Это состояние, при котором происходит ущемление органа, который находится в грыжевом мешке. Как правило, это или петли тонкого кишечника, или пряди большого сальника. Мы должны оказать пациенту ургентную хирургическую помощь в первые 2 часа с момента ущемления, пока не развились некротические изменения в том органе, который ущемился, так как это угрожает жизни пациента. То есть мы должны или в первые 2 часа прооперировать такого пациента, или должны консервативными мероприятиями разрешить ущемление, что не всегда может быть эффективно. Еще одним осложнением грыжи является развитие спаечного процесса в области грыжевого выпячивания, в результате чего те грыжи, которые были вправимыми в брюшную полость, становятся невправимыми. И как раз невправимые грыжи более склонны к ущемлению, чем вправимые. Хирурги нашей клиники выполняют самые современные лапароскопические операции при пластике грыж передней брюшной стенки. В том числе мы выполняем операции, при которых мы даже не входим в свободную брюшную полость. Это так называемые эндоскопические методики пластики или Т-пластики. Такие операции мы выполняем при паховых, бедренных грыжах, при послеоперационных грыжах. Также грамотное анестезиологическое обеспечение нашей клиники позволяет нам проводить лапароскопические операции у пациентов с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной системой. Тех пациентов, которые раньше лапароскопически не позволяли оперировать. Мировым стандартом всех пластик грыж живота на сегодняшний день в мире является проведение так называемых протезирующих операций. Суть которых заключается в том, что мы протезируем грыжевой дефект тем или иным имплантом в виде сетки. Это так называемые сетчатые импланты. В нашей клинике мы даем предпочтение протезирующим операциям с помощью лапароскопических технологий, которые мы выполняем с небольших доступов, разрезов или проколов от 5 до 10 мм. И при таких небольших проколах мы можем выполнить пластику даже больших грыж, больших дефектов, при котором у пациента будет минимально выраженный болевой синдром и минимальные сроки госпитализации. Основными преимуществами лапароскопической пластики грыж живота является малотравматичность. Мы наносим меньшую травму пациенту, так как мы выполняем операцию с 3-4 небольших разрезов или проколов от 5 до 10 мм. Кроме того, с помощью таких небольших доступов мы можем протезировать большие грыжевые дефекты с установкой большого сетчатого импланта. Также лапароскопическая операция характеризуется практически отсутствием болевого синдрома, хорошим косметическим эффектом и по сравнению с открытыми методиками очень низким уровнем рецидивов, который не превышает 1%. Как и при всех лапароскопических операциях, пластику грыж передней грыжной стенки мы также выполняем под общим наркозом, при котором пациент спит, ничего не помнит и у него не остается никаких негативных воспоминаний по поводу операции и наркоза, в отличие от использования местной анестезии. Грамотное анестезиологическое обеспечение, то оборудование, которое есть в нашей клинике, позволяет нам проводить щадящий, спокойный и хороший наркоз для пациента с минимальным стрессом, с минимальными ощущениями и травмой. Как правило, после выполнения лапароскопической пластики грыжи, пациент через 2-3 часа самостоятельно поднимается, ходит, принимает жидкость и пищу. Средние сроки госпитализации после лапароскопической пластики грыж составляют 1-2 дня. Ограничение физических нагрузок после лапароскопических видов пластики значительно меньше по сравнению с открытыми операциями. Так, при лапароскопической пластике пациент ограничивает тяжелые физические нагрузки в среднем на 1-1,5 месяца, а при открытых операциях до полугода. Кроме того, при выполнении лапароскопической пластики, например, вентральной грыжи, пациенты не требуют ношения бандажа и бандажирования, а при открытых операциях они обязаны носить бандаж в течение 6 месяцев. Уважаемые пациенты, современный уровень хирургии, развитие лапароскопических технологий, которые представлены в нашей клинике, помогут вам достаточно быстро, безболезненно и практически незаметно избавиться от любой хирургической проблемы, в том числе и грыж передней брюшной стенки, желчекаменной болезни, потому что те современные технологии, которые представлены в нашей клинике, в том числе и лапароскопические технологии, позволят вам легко, уютно и безболезненно пережить оперативное вмешательство, забыть о нем через несколько дней и вернуться к активной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok